Друзья, всем привет! Здесь, как всегда, мы Майк Бойс, Маш Новая, вечерний эфир на телерадиоканале. Мы продолжаем. Обычно в этот момент мы говорим «мы начинаем», но нет, сегодня мы продолжаем, потому что мы ждали и дождались нашего гостя. Да! Я готова его объявить. Друзья, встречайте популярный автоблогер, ведущий мероприятий и человек, который занимается социальными сетями программы «Вечерний Урган» и не только. Плюс он занимается еще разогревом. Подмосковные вечера, короли померы, голос улиц. Итак... Давай, как следует, вместе тогда его объявим. Николай Маратканов! Эй! Воу-го! Так меня еще ни разу нигде не встречали и не представляли. Привет! Коля, привет! Как вы рады! Меня можно было? Да! Присаживайся! Коля, проходи! Мы же люди провинциальные, нам только больше... Друзья, я вам открою маленькую тайну. Мы с Мишкой сегодня поспорили, придет ли Коля к нам в эфир, успеет ли он или нет. Коля, я должен дать тебе краба. Знаешь почему? Давай. Ты для меня выиграл коньяк сегодня. Е-е-е! Мы Коля ждали три месяца! Наконец-то! Это чудо явилось народу, Коль! Можно я извинись за опоздание? Во-первых, честно, я самый пунктуальный в мире человек. На пробке вносят коррективы в любой графике. Но подожди, ты после работы сюда приехал, правильно? Да, я там с ручки. У нас очень важное совещание было, я там сидел и такой... Я его проводил. Одной ногой к нам, да? Ну там, я не могу еще рассказывать, подожди. Я вообще сидел вот так около двери уже и говорил, можно я... Вы еще не закончили? Хорошо, да. Там просто время, как бы я дай оплюсь чуть-чуть. И когда говорят, ну все, на этом закончили. Пока! Я просто там убегал, забегал в машину, запрыгивал, ехал вот так вот. Я правильно понимаю, что пока ты слышал уже внизу, когда вышел из Останкина, и пока уже неслось, да? Да, уже неслось через весь, да. Мне просто открыли все шлагбаумы наши, все, что можно. Люди стояли и говорили, быстрее убегай, пожалуйста. Маша, знаешь, что еще мне понравилось? После всех этих оправданий о пробках, я вот смотрю, изучаю наряд Николая. А Николай очень модно сегодня одет, открытый голеностоп, вот эти все вещи. А самое главное... Это Мишкина больная тема просто. А самое главное, значок велосипеда. Да, да. Мы тут, кстати, все диаломаны. А что ты в пробках стоял? А, да. Надо было на велике ехать. Я, про меня же видно, что я не часто езжу на велосипеде, как бы, если бы... Я больше футбола, там, мяч попинать, постоять, на воротах. Да, это видно, это видно, конечно. Вот, все это я, да, такой, я люблю это сидеть. Ну, и шутки, смех и юмор ты тоже любишь, я надеюсь, помимо спорта. Я вообще все люблю, вот, как бы, мне предложи хоть что угодно, скажи, Коль, а пошли в гору, пойдем. Я такой сразу, да, я помню, как ты была в апреле месяце, я говорю, Коль, приходи на эфир, он говорит, пойдем. Что, просто он не с той горы начал, да? Миша, Миша, нужно дать премию. Если кто-то смотрит сейчас, вот, из руководства, дайте Миша премию, он говорит, Коля, ты в курсе, что ты? Я говорю, да, да, Миша, я помню, просто по нему, это график такой, мы шли в сезон, у нас, я там, у меня работа, и мы... А он говорит, я все понимаю, да, я первый раз вижу вот таким вот, я все понимаю, Коль, ну, ты, ты мне дал слово. И я говорю, Миша, я если дал, я если дал, то я все, я приеду, как сказать, вообще в любое время, куда, чего, говори. Все круто, давай, теперь мы будем говорить, смотри, у нас наш вечерний эфир, не-не-не, мы просто немножечко погрузим тебя, у нас не было времени пообщаться с Николаем за кадром, к сожалению, он буквально вот сразу же вбежал сюда. Это клево. Смотри, мы вечером говорим о юморе. Да, ты же как раз тот самый человек, да, это про тебя. Есть у тебя какой-нибудь совет или лайфхак, как научиться относиться к жизни с юмором? Да, как-то не говорите. Да, вот, ну, как бы, нужно просто априори, вот, есть там у всех людей какие-то в голове настройки, типа, что-то там в жизни случилось, и видите, все такие, которые, типа, вот, есть такие дамы, которые драмы-куин, такие, знаете. Да, все плохо. Ну да. Меня никто не ценит. Ну, а что делать, чтобы было не так? Да не надо вообще об этом думать. Вот, как бы, по умолчанию должно быть все клево. То есть, типа, я вот сегодня ехал, и думаю, блин, сейчас опоздаю, как же полу... Мог бы ехать, типа, ребята, простите, пожалуйста, что я бы не так стыдно, сейчас тут, знаешь, беззареванный, да, да, сразу глаза, не так стыдно, что я опоздал. Простите, пожалуйста, вот, это, как бы, я бы все испортил, а нужно было опознать, предсказать, уоу, я здесь, эй, круто, и как бы, и все же... Я же приехал! Да, я же приехал, я же здесь! Подожди, ты хочешь сказать, что надо плюсы из любой ситуации все-таки выявлять? Все делается в плюс, кто бы ты ни опоздал, что бы ты там не успел, что бы ты там не приобрел, я не знаю, у меня есть очень много знакомых, которые говорят, эх, доллар был вот, а надо было брать, сейчас бы как... Да слушайте, ну давайте сейчас мы по каждой мелочи будем их собирать вот так и огорчаться все вместе, соберем кружочек, будем взяться за руки и говорить, эх, вот если бы я... А надо наоборот, супер, мне близка твоя позиция абсолютно. Коля, я сижу, смотрю на тебя, слушаю тебя, хорошо, что ты в пятницу пришел, вот о чем я думаю, вот как-то вот... Слушай, в пятницу это классно. Вписался, Коля, в пятницу. Да, да, да. А что это, по четверги у вас или там... Рыбные, рыбные! А, рыбные! Подожди, пятница, это же конец недели. Конец недели, да. Подводишь какие-то итоги к концу недели? Нет, нет, короче, итоги это вообще не про меня, я не тот человек, который типа говорит, а мне вот исполняется, мне недавно исполнилось 28 лет, и он говорит, Коля, ну 20, уже скоро 30. Да. 30? Вот человек, которому уже исполнилось 30. Маха 40, не знаю. 30, а, 30, да слушайте, я какое-то время, там мне было 26-27, я даже не знал, сколько мне лет, ну типа сколько лет? Мне, я с 90-го, такой сейчас год, получается мне, да, вот, да, и говорит, ты что, свой возраст не помнишь? Да пока нет, ну как бы, ну чё, я с ним, я всегда же посчитал. Ну хронических заболеваний нет, чё я его помню? Да, я не люблю такие вот какие-то отрезки, там, итоги, пятница, пора, ой, всё, надо идти там, отмечать конец рабочей недели. Ну подожди, но ты же как раз такой чувак, который постоянно на позитиве, тебе же надо перед каждой программой, тебе же надо разогревать публику. Ну это странно, то есть, типа мне говорят, ты слишком легкомысленный такой, как ребёнок себя ведёшь, там, ну типа вот там, где-то там, особенно взрослые люди, когда там где-то с ним пересекаешься, говорят, Коля, вот тебе уже скоро 30, там, типа, пора бы уже быть каким-то там, вот, там, начальник, не продюсером, что-то, каким-нибудь, что-то куда-то там, как-то. Ты, а я ещё, у меня ещё проблема в том, что я вся на работу прихожу одетый очень, ну, так, официально, я в себя в бабочке, в галочке, в галочке, в пиджаке, в жилетке, в общем. А ты переодется сегодня после работы? Нет, 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 просто не было съёмок, поэтому я как бы вот, ну, ну, так, короче, история в том, что, они говорят, ты так официально выглядишь, это подкупает, и я говорю, ну, ну и клёво, то есть, ну, подкупает, галочка есть, и поехали дальше. Нет, ну, этот образ развивается, надо как-то, понимаешь? А, становиться серьёзней, да? Немножечко серьёзно. А ты деловой по останке находишь, скажи мне? Да я, не, когда работа, когда процесс рабочий, я, конечно, я суперделовой. То есть у меня задача... Коля, стой, Коля, стой, мы тоже суперделовые, за этот эфир платят другие люди, поэтому реклама, дорогие друзья, дела делами, интервью, интервью. Погнали. Самые молодые, все здесь, все собраны, пока мы молоды, друзья, давайте веселиться. А мы с Машей, нет. А ты сейчас, ты сейчас чихнул во время чиха? Я не чихнул, что ли? Как ты сделал? А я думал, ты чихнул. Нет. Самые молодые. Апч-пч-пч-пч-пч-пч-пч-пч. И песок посыпался, да, и остеохондроз. И выходит, выходит человек, который... Это есть такая смешная гифка, где дядя на этом катится на... Как это называется? Это молодёжная вещь с какими колёсами, и ты там на ней стоишь. Да, сегвей, нет? Сегвей, наверное, да. Ну, типа ты вот, она такая, типа ты встал, и, короче, дворник где-то, значит, она не едет, и у него две метлы, и он, короче, подметает и катится. Это какой-то киберпанк просто. Я на тебя долго не видел. Мы старые, ты поняла, что это история, и просто нас Николай унизил и сказал, вы старые, ребят, вот и всё. Нет, я понял. Киберпанк, я везде уговорю. Типа, всё, киперпанк, е-е-е, но ты знаешь и другие слова. И, кстати, много слов, да. Так, друзья, Николай Маратканов сегодня у нас в гостях. Мне интересно до безумия, как ты попал работать на вечерний Ургант. Ну, это же классная история, давай, поделись. Смотри, есть три истории, а вы потом скажите мне, какая из них правдивая. Официально, да. Первый конкурс, поехали. Вот, поехали. Первая история. Мы с Иваном Андреевичем Ургантом, соседи по гаражам, и зимой, в январе 13-го года, замело, ну, были снега, замело, короче, и я его угостил лопатой, он расчистил. И тебе заодно. Он говорит, ты, говорит, хороший парень, может быть, поможешь чем-то на передаче. И, как бы, я вот начал с лопаты, снега, а закончил вот... Это первая история. То есть, вы заготовлены, отрепетированная история, друзья. А потом вторая история. Значит, я был на одной съёмке программы, мне что-то такое очень понравилось. Как зритель, правильно? Да, как зритель, просто что-то смотреть. И когда все уже уходили после съёмки... Тебя не смогли выгнать. Я, да, я мальчишка крупный и не очень поворотливый, и я, в общем, задел камеру, и она упала, и я теперь её отрабатываю. Почему? Мне кажется, что именно вот эта история правдивая. Вот, и есть зарплата на первый шестой год камеру, или вот такие камеры? Такие камеры, да. А ты что, не, эту камеру, какие-то сумасшедшие деньги строите. Да, да, да. Я че серьёзно говорю, у нас была одна история, нам приняли какую-то гигантскую плазму, и поставили, и на ней была большая табличка просто, ну, то есть, без пояснений, без всего. Миллион рублей. И её люди не то что обходили, а все говорили, стой, стой, куда ты идёшь? А мне. Ты что, не... А-а-а. И все как бы... А-а-а. Нам надо тоже повестить, кстати, на всякое. Да, на всякое безопасность Серёга Бровин, и он как бы отвечает за всю безопасность, и в частности отвечал за нашу безопасность, чтобы, не дай бог, не задели эту плазму. Она стоила миллион, стоит, наверное, может даже до сих пор миллион. Это по старому курсу ещё? По старому курсу рубля, всего, да. Да, всего, что называется. Вот, третья. Третья история, типа, я просто, ну, типа, мне нравилась передача, я долго-долго ходил в качестве зрителя, мазорил всем глаза, и в какой-то момент сказали, возьмите его уже на работу, потому что он всегда достал, он ходит сюда. Платить ему хоть что-то, потому что, ну, видно, что он похудел, ну, как бы, да. И всё, вот три истории. Не вылезай от из студии. Ну, давай, давай голосуем, ты за какую? Как это голосуем? О, Су, Е, Фа, я за вторую. Ты за вторую? Я тебя разрезала. Слушай, ну, а лопата явно нет, понимаешь, не так низко пал Иван Андреевич, чтобы иметь гараж рядом с Колей. Да, это первый вопрос. Ну, он же не в животном гараж, откуда ты знаешь? Ах, сек, сек, сек. Ах, сек, сек, сек. Второй момент про похудевшего Колю, про похудевшего Колю. Это точно не про него, да. Точно не про него таких эпизодов я тоже не помню, хотя я знаю не так давно. Ну, по-моему, это сходится, если что-то. Я подбирал такой пиджак, чтобы сходить. Чтобы сходить, да. Я за камеру. Ну, про камеру было правдоподобно, если честно. Ну, Коль, ну, открой карты, рассказывай. Давай, мне вообще это третья история, реально. Да, да, да. Серьезно? Я реально, я хотел был вновь зрителем, и все говорили, как бы, я просто приехал в Москву. У тебя не было телевизора дома, ты ходил в связи. Нет, наоборот, у родителей был телевизор, но связь была дорогая. И я приходил на вечерний урган. И что-то показывал на пальцах. И там, и каждая секунда эфира там, и родители видели меня. А, о, наш там все хорошо, нормально, живой, живой. Живой, живой. Подожди, это какой год? А, нет, есть, есть. Это какой год? Двенадцатый год. А, двенадцатый год. Да, это весна. Я приехал в Москву ровно в день рождения своего отца. Я приехал и говорю, алло, па, ну все, с днем рождения тебя, я слез с твоей шеей, да. Да, вот и подарочек. Вот и подарочек, да. Они сейчас смотрят, я им, я, значит, разобрался, что я еду, да. Они говорят, а ты что опаздываешь? Я еще доехал, я говорю, в смысле? Без смысла, Коля, ты что опаздываешь? Скажи, а ты здесь, скажи. Папа, я здесь, мам, пап, я тут. Вот, все хорошо. Они вообще не догадались, что я тут, потому что мы уже давно в эфире. А, да, они не наш, не наш. У меня родители догадливые. Они, конечно, вот в Оренбурге, как бы там, ну батя у меня в интернете, я ему планшет, этот смартфон, он больше меня теперь знает. Он теперь, то есть ты как бы, он говорит, ты в курсе там этот Терри подписывает «Спартак»? Я говорю, когда? Ну ты что, жизнь интернет обсуждает. Я говорю, пап, я, я работаю, занимаюсь как бы СММ на первоканале, на секундочку. Да, да, да. И он мне говорит, ты что, не в курсе, что ли? Вообще-то подписывает уже, да, тут вот история. У тебя прошарены родители, слушай, они все в семье. Да, и папа у меня, если мы с ним где-то там едем, он такой, щас, подожди, окей, Гугл? Я говорю, он говорит, чего? Она говорит, ну так теперь у нас. То есть, Коля, кто-то подписывается на газету, газету выписывает домой. Да, да, да. Кто-то подписывается на подкаст, а у тебя просто есть батя. А вопрос, да. А, окей, Гугл? Скажи вот так, Владой, окей, реклама, скажи вот так, окей, реклама. Окей, реклама, в чём в руку. Погнали! Вернёмся, друзья, оставайтесь с нами. Внимание! Такая одна ваша вечерняя любимая программа. И здесь мы, Майк Войс, Маш Новая. И сегодня давай вместе, Николай Маратканов! Он выбирает сейчас позы получше. А вот, кстати, Коль. Знаете, да, история про рабочую сторону? Да. Это типа, я просто и говорю, что у меня есть такая болезнь провинциальная. Я часто фотографируюсь с звёздами. И у меня были истории, когда люди говорили, типа, ну, там, встанешь, там, улыбаешься и говорят, а мы давайте понимаемся местами, давайте. И человек, типа... Вот это моя рабочая сторона, да? Просто мне эта рабочая сторона. Да, и люди, обычно такие люди, они показывают вот так, типа, это моя рабочая сторона. И ты думаешь, а, окей, всё, хорошо, да. Я постоянно думаю, какая у меня рабочая сторона, чтобы... А, я знаю, какая нерабочая, то есть, да, нельзя поворачивать рукой. У меня спереди всё просто, спереди рабочая, сзади нет, понимаешь. А тут как бы вот так и все. Коль, давай уже к тому, чем ты занимаешься. Вот всем интересно. Здесь написано, вот здесь, вот нашим продакшеном, а именно тобой и мной, Маша, что ты занимаешься разогревом. Что такое разогрев? Да, как это вообще? Ты запариваешь веники в студии, что-то есть на камни поддаешь. Короче, смотри, есть такой формат late night. Он... Так мы издалека начали. Когда-то там его придумали в... Высрайли? Возгнивающем западе. Вот, значит, там вообще какие-то люди придумали все. Вот, и у них в оригинале, когда ты приходишь на какую-то передачу, которая про шутки, то есть ты не приходишь, типа пришел как в театр и сидишь. И сразу начал смеяться, да? Да, да, у нас еще есть какой-то буфет там, ты можешь где-то там что-то чего-то, как-то разогреться. А тут, типа, ты приходишь в студию, которая еще иногда такая прохладненькая, потому что там еще только надышали, только собираются люди. Ага, ага. Вот, и ты... И тут просто тебе выходит сразу Иван Ургант, и ты должен сразу... А-а-а-а! Есть люди, которые без разогрева так не могут. Вот, и поэтому, то есть, ну, перед этим нужно с людьми немножечко их раскрепостить. Ну, то есть, ты знаешь, ты как бы... Ты выходишь и говоришь, а, здорово, меня зовут там Николай Миротканов, я, значит, тут занимаюсь этим этим, и я еще... Детка делал в Штатах. Вообще, короче, там прямо в этих программах они зовут стендап-комиков, то есть они прямо люди смотрят в студию, они заранее людей собирают, сейчас выходит какой-нибудь стендап-комик и говорит, ну, значит, я еще расскажу про свою историю, как я летал отдыхать. И ходят там, рассказывают, и люди тебе просто типа, ха-ха-ха-ха, ну, понарастающе начинаются. И тут же, когда люди все уже нормально... Выходит хейтлайнер. Хорошо, да-да-да. Ну, вот просто человек, да, который... Ну, как бы все, да, и люди же прямо все... Вот так вот люди делают. А ты видел, кстати, ты в Америке не был на записи таких шоу? Просто интересно. У меня есть знакомая, которая проходила практику колбейера. Да-да-да-да. У колбейера или... Нет, Туми Фэйлн. А, ну, да. И, короче, Фэйлн и Киммел, они там вообще типа считаются иконами. Вот, да, а есть вот колбейер, которого Латтерман вместо себя типа оставил. Как Латтерман же, он типа ушел из телека. Так, так. И типа из телека. И все говорили, типа, кто же, кто же, кто же, кто же. И был чувак такой, колбейер репорт, была такая передача. И он типа, и теперь у Колбера есть... И вот девочка, там, Таня Лукьянова, она, короче, проходила там практику. Ух ты, я так круто. И она мне говорит, Коля, я сейчас тебе расскажу секреты, раскрою, как всегда, работаю. Ну-ка, ну-ка, как? Я говорю, давай. Она мне там, то есть она, то есть она передала, а она сказала, короче, разогрев, он начинается уже у порога. То есть ты выходишь, а я встречаю зрителей на Вечернем Ургенте. Да. И во всех остальных проектах, где я чем-то занят, то есть я там встречаю, я типа выхожу и говорю, все... И поэтому я выгляжу так, потому что я первый, кого они вообще видят под вывеской. И поэтому хочется, хочется выглядеть хотя бы... То есть я понимаю, что визуально я, конечно, далеко не красавчик, но хочется как бы выйти... Коля, Коля, Коля. Да что, Коля? Ну да, тоже верно. Я срезвым понимаю, что я круглый человек. Вот. И были, конечно, когда-то время, когда я был немножко кстроен. Само собой. Вот, мы их просто не помним. Они у всех всегда были, но как бы все ностальгируют, все фотографии открывают, ох, хорошо. С рабочей стороной. И в итоге ты выходишь, если ты выходишь и говоришь, а, говорит, есть какие-то там другие программы на телеке, любые разные, где ты приходишь, где говорят, это массовка. Значит, у нас люди все приходят, просто как зрители, да. Они все приходят бесплатно, никто ничего не платит. Да, все верно. Мы не понимаем никаких билетов, все бесплатно. Они приходят, кайфуют, просто смотрят. А есть программа, где-то типа приходят эти вот люди, которые, ну, то есть, тебе говорят, зайди, все. Я просто пошел по-разному смотреть. Миши тут. Улыбайся. Ну да, я была на таких шоу, это точно. Хлопать. Ты что, не хлопаешь? Хлопать. Сто рублей у тебя, да, штрафуем. Да, и они все одеты так, не знаю, что у них максимум что это футболка с названием программы. Это в лучшем случае. А обычно это что-то такое, знаешь, типа во что утром в лес, потом пришел. Ну да. Ты приходишь и думаешь, ё-моё, федеральный канал. У тебя, неужели нет денег купить себе, ну, три майки, ну, хотя бы три майки. Да. И просто их чередовать. Свеженькие, беленькие. Да, и просто, ну, то есть, да, вот ты типа две поначалу, по одну постирал. Ну, как бы, то есть, ну, ты выглядишь, ну, как-то чуть-чуть, я не говорю там, как-то ни в коем случае. Паш, ты знаешь, зачем тебя ловлю? Я не хочется перебивать Колью. А мне то, нет, безумно интересно. Коль, ты продолжай. Вот. И ты как бы, ты выглядишь, люди же приходят, то есть, типа, телевидение. Я как человек, ну, у тебя вообще из провинции, для меня, типа, телек это что-то, когда ты типа договорил телецентр, думаю, о-о-о-о. Там работают боги, да, это мифическое. Кто телецентр? Вообще там ни разу не был. Как это? Как это тебе? 30 лет я там не был? А что такого? В «Вавзолее» было, а в телецентре не было. Подожди, давай дальше. А что было дальше? Вот ты встречаешь. Я встречаю. Я говорю, эй, Ось, здорово, привет. То есть, подожди, по сути, это праздник каждый день, правильно? Да, да, я говорю, всем привет, кто пришел, «О, ха-ха, хи-хи, такой-то проект там называют, значит, сегодня... Кто первый раз пришел?» И люди типа понимают, я вообще первый... Типа, «Кто первый раз на телеке?» Люди, «Я первый раз...» Такие робкие, да? Ты ни разу вообще не был перед камерой? Нет, ни разу. О, давайте похлопаем там все. Люди понимают, что, ой, я здесь, меня заметили? Ой, я здесь что-то... Имею отношение какое-то к этому? Ага. Людям приятно. Но ты никого не вызываешь вот именно в зал на сцену? Или бывает прям интерактив, в которой ты с ними проводишь? когда ты вызываешь, типа, и читаешь. А, это круто. Человек имдара. Типа, говорит, «Я первый раз...» Ты москвич? Нет, я приехал там из Северпухова. Специально из Рязани, да? Купил билеты на вечернего года. Да, так рассказывай, чем занимаешься в Северпухове. Я айтишник. Где? В торговом центре айтишник. Я, чтобы вот там свет горел, там камеры показывали. О, слушай, то есть типа я пришел в торговый центр, такой, короче, иду, и ты меня снимаешь в это время. Ну, типа я, да. О, давайте похлопаем. А сегодня мы тебя снимаем, друг. Да, типа, да, да. И вот, понимаешь, и цепляется из-за его ответа. Если он типа такой, а еще бывает такой, что вызываешь человека, а он очень активнее тебя. Такой типа... Нет, мне кажется, таких просто не существует, если я сейчас такой. Ты ходишь и говоришь, так, где мой Powerbank? Так, ну-ка. И начинается просто, люди сейчас дружут от того, что просто мы начинаем соревноваться. Типа, или короче, там какие-то истории, а еще потом человек говорит, я работаю там, типа где-нибудь в каком-нибудь сетевом там фастфуде, а потом выясняюсь какой-нибудь стендапер там. Просто пришел посмотреть передачу там с девушкой. Очень много девушек, которые вводят своих парней на программу. Типа, на любую съемку. Да, да, да. А он говорит, а я хотела. Такая, знаешь, типа... А он говорит, я вообще сюда пришел. А за компанию я стал гвоздем программы, да? моя, она меня приняла. Я вообще как будто... Коля, знаешь, как у меня два вопроса созрели вот в связи с твоим месседжем сейчас, с монологом. Первый. Зачем тогда нужен Митя? Вот так мы прям сфороцируем тебя. А Митя, он вообще, то есть он прям оторва. То есть его... То есть Митя, как бы... Я перед студией начинаю в подъездах, там начнут все проходы. Когда мы входим в студию, садимся, я говорю, сейчас, приготовьтесь. А сейчас встречайте ведущей этой программы, Дмитрий Хруст. И так, типа, чего? Выходит Митя, и потом уже вот все... Я не знаю... Мы тряпки не успеваем менять, понимаешь? Только кипятка льется. Потому что он прям вообще там... Эй! То есть вот, знаешь, Донни Робинс, он просто... Его уволить надо. Вот, то есть ты... Дайте Хрусталеву хотя бы раз олимпийские. Я подтвержу. Он, знаешь, что он делает? Он просто там ходит, прям... Эй, ты давай вселищи, вселищи! Ты стоишь? Коля! Я это вижу каждый день. Коля, ты скромный. Нет, ребята, жаль, что это за кадром все остается. Я просто хочу сказать. Коля, ты скромный, потому что я должен отметить... Так сказал Коля, да я их всех привожу и отдаю типа Диме. Да не так, Митя. Ну вы вдвоем это делаете, ну правда. Ну там, нет, когда все, если как бы я... Ну у тебя самая сложная роль, тебе надо подготовить. Просто есть программа, где нету Нити. Вот там я должен уже, да... Второй вопрос. Второй вопрос сразу. Почему нельзя снимать на телефон? Ну ты что, это же авторские права. Да? Я тебе хотел бы стать человеком, который снимал в прямом эфире. Так, вы же, ты что делаешь? Миша, ты чего сейчас делаешь? Пришла? Не надо рассказывать. Из-за что? Из-под полы? Это было служебное задание. Ребята, каюсь. Маша снимала. Это было, кстати, я вам открою тайны. Это было в 12-м году, когда я только-только приехала и меня отправили на эфир с Цукербергом. И надо было его снять. Ребята. Я тоже был, я тоже, да, я еще был зрителем, да, но я приходил, я ходил, знаешь, как такой, как типа, я старался не напрягать никого в команде, и я такой, типа странный. Ну, наткнусь на звезду, наткнусь, ну нет и нет, ну хоть и вижу вживую. То есть для меня, как бы, я приехал из Заренбурга, для меня увидеть живого Урганта, для меня это было... Ну ты сфоткался с ним в первый же эфир, скажи, пожалуйста, ты справился с этим? Нет, там есть фото-лестница, когда в конце фотографируют. Ну это все, это же не прикольно, а селфи лично. Я в этом плане, когда у нас были карлифанеры, я, там был делал Прилучный, и к Прилучному приходил прям фан-клуб. Да, да, да. Они прям, типа там, за ручки такие, ребята, я говорю, а кому? К Прилучному? Нас остальные, типа, не интересуют. И я говорю, ну окей. И мы там с ним с карлифанерами, и вообще вот такой чувак, просто он прям такой. Я говорю, слушайте, я говорю, уважаемый, он говорит, что-то новый. Я говорю, я же, вы же ведущий, а я говорю, кто я такой? Он говорит, не, мне Чурикова сказала, что ты смешной чувак, типа ты клево шутишь, вообще я видел твой разогрев, мне нравится. Не, 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 не будем это проматывать. Чурикова сказала. И да, ну да. Она там была в качестве гостя, или просто зашла? Она же там креативный продюсер был. А, серьезно? Нет, мы просто не знали, это я на Чурикова, Да, да, да. И она там, типа, короче, прям... На вечернем Урганте? Нет, 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 в этом, в карлифанере. А, в карлифанере. И она мне говорит, слушай, ты вообще такой, короче, прикольный, такой чувак, движной, типа. И она потом после этого меня позвала в какие-то, в злобные зрители. А, к тебе на MTV. да, приходи, там такие нужны. Веселые. Что я там буду делать? Я же не... Ну как бы, а кто я такой? Она говорит, ладно, придумаем что-нибудь. Ты же там что? Я говорю, ну я машину там беру на тест-драйф, говорю, вот езжу там, стараешь какие-то смешные ролики снимать там про машину, ну что, какое-то новое видение. Она говорит, ну и все, пойдет, приходи. Автоблогер, друзья, еще и ко всему прочему, да, ну сейчас мы немножечко нажмем на тормоз, чтобы потом поддать газку. Друзья, оставайтесь с нами. Маленький перерыв. Пятница, шашландосы, здесь мы, Маш, Миш, Коля. Кстати, было бы неплохо, шашландос. Миша, ну что, мы пропустили в том выходе конкурс, давай прямо сейчас тогда переходить. Сразу? Ну да, почему нет? У нас такой человек сегодня в гостях. Мы договорились с Колей. Примикосы вечернего органта, штрафная. Да, у нас штрафная от Коли будет, почему? Потому что Коля немножечко, ну он не опоздал, кстати, не надо говорить про Колю, что он опоздал. Нет, он не опоздал. Мы договорились на этот чат. Мы хотим что-то. Все равно мы его говорили. Коль, скажи, а вот у вас есть какие-нибудь речевки, не знаю, заученные, которые-то Оле, 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 Вечер, Дюрган, вперед. такого нет. У меня есть просто типа стандартный набор вопросов, по которому можно человека типа вот прям сразу типа и всем смешнуть. Друзья мои, и сейчас мы будем идентифицировать людей. Давай. То есть давай вот типа, ну если тебе какие-нибудь толпи, большая толпа людей. Я говорю типа, что здесь там? Всем привет! Привет! Это страна ФМ. Да. У нас тут спецвыпуск. Да. У нас здесь очень много. Да, Олимпийский. Да, да. Да, и мы сейчас, значит, вот. Когда выйдет урган? Да, сейчас перед выходом ведущего. ты нам не нужен, все урган. Да, есть в зале те, кто впервые пришел в Олимпийский. Поднимите урган. Я. Ого. Так, привет, ребята. Так, а вы вместе? Нет, как вы? Мы. А вы вместе? Ну мы как бы, ну мы пришли вместе, да, ну мы, ну у нас это, мы. Я говорю, опс. А парень там краснеет. Это наше первое свидание. Еще, ты понимаешь, что чувак, прости как бы, а вот как бы. Или наоборот, никто не должен знать, что он пришел с ней сегодня, потому что. А есть такие, которые типа, они вообще не вместе, а так типа, а мы же вместе. Такие вот такие мужики, типа, а да. Вот. И как бы, типа, вы вместе пришли? Или я? Да, ну ладно, давай. Давай, да. Тебе как бы сценарий надо? Откуда вы приехали? Я из Брянска. Москва. Как вы познакомились в Москве, емое? А вот тут и познакомились у башни Останцевской. до вокзала. Вот так, я там поезд из Брянска пришел. На Киевской. Куда вы эти после? Мы не договорились, а на этом тупик, понимаешь? А, там в зале просто покатывание, потому что всем смешно, а вы в это время... Я чуть не ляпнул к тебе ко мне, понимаешь? ну вот, вот, вот в этом прикол. А люди, которые говорят, ну, как пойдет? И все. Эта вещь просто полечет женщина, что уже не пойдет. Ну, уже не пойдет. Нет, уже как бы... Ты уже все, да, чувак, ты уже на первом вопросе сказал, что, типа, как бы мы вместе. просто она не знает, и все. Есть реально такие люди, которые, типа, прям приходят с кем-то и говорят, типа, а мы тут вот, вообще-то, меня снимай, давай, сюда, ты говоришь. Самые главные гости. Есть такие программы, где вот, типа, где есть вариант с воротом камеры в зал, и прям есть такие люди, которые просто приходят и... Какая камера снимает? Я говорю, в смысле? Люди подготовлены. Я говорю, ну, любая, как бы... Это же студия, брат, конечно. Да, все, и он встал, и все, и просто, типа, какой-то музыкальный номер, люди там танцуют, певают, там, какой-то что-то там, типа, был голос улицы, там, типа, там люди, о, ура, да, да, и все, и все, и в зале стоит такой чувак просто. Один, да, звезда. Да, в камеру. Кто тут звезда? Сегодня Коля звезда. Коль, знаешь, что я хочу тебе сказать? Что вообще твоя история поучительна для многих людей, которые вот сейчас едут, не знаю, слушают, смотрят, и вот реально ты, мне кажется, такой человек, который можешь теперь мотивировать. Знаешь, такой мотивационный коуч, как-то не ровно. Ребята, все в ваших силах, давайте, вы всего добьетесь. Давайте, все разогреемся, я обожаю, да, да, Ну, ну, вот это типа, оле, 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 ну, ты же прыгаешь там перед ними, или это уже не прокатывает? я не люблю физические нагрузки, я не люблю, потому что люди могут спотнуть, и тогда, как бы, жарко, мы стараемся, чтобы люди просто вот, диафрагмой только работали, и все. Подожди, мне еще интересна другая история, окей, с разминкой мы поняли, что все это классно, весело, задорно проходит, но ты занимаешься социальными сетями, правильно? Это инстаграм, это всевозможные там группы, и вот вечерний орган, друзья мои, здесь важно сказать, здесь важно сказать, свои собственные, вот это важно. сапожник с сапогами, я вас продвину в инстаграм, смотришь там, три с половиной лесоруба подписчиков. И меня, кстати, сапоги привели в сапожники, то есть 86 тысяч. Вот настолько точно у нас такой человек. А давай, подожди, аккаунт какой? Да, как тебе найти? Ну, собака Мараткано, знаешь почему? Потому что, типа, что ты испанец? Это круто. Мараткано? Потому что Маратканов, я потерял пароль от него, и как бы где-то есть там, конечно, мой первый профиль. То есть, типа, еще один уже зарегистрировал. Да, я просто букву одну как бы убрал, и как бы вот Мараткано. Вот и все. Ну хорошо, расскажи, секреты ведения инстаграма. Что нужно делать? Как себе вот эту аудиторию? Хочешь самую банальную вещь, самую работающую вещь? Да, давай. Нужно делать от души, вот то, что нравится. Я думаю, ты сейчас реально что-то скажешь. Надо оставить хэштеги, а ты такой нет. Хэштеги, понятно, да. Это все фигня, правильно? Хэштеги выходить в топ, там, типа, чтобы быть в... Это все как бы... Ну подожди, у тебя такие большие длинные посты. Проблема в том, что да, ну да, я об этом болею, да. Писанины, когда-то уже пальцы отваливаются, и я еще проблема в том, что я пишу с ошибками, с пунктационными, с синтаксинами. Мы заметили, да. Да, я честно, я разговариваю с ошибками. Это, знаешь, это отголоски того, что я в школе покучился. Только у тебя 86, подписчиков у меня три, понимаешь? Отличник себе, да? Да, и я бы, ну как бы, что я говорил-то? Забыл, я увеличился с башки. Про проект Инстаграм. Вот, да. Что главное, делать от души. Да, потому что есть люди, которые, знаешь, типа, они вот, ну, они вскарабкиваются там в топ, типа, какие-то актеры. Но ты находишь к ним на странице, а у них даже не лайфстайл, а обы что. То есть, вот проблема в том, что когда у тебя уже появится какая-то своя колея, по которой ты просыпаешься там утром, да. Я просыпаюсь утром, у меня есть там рубрика «Непобедимое утро», где я просыпаюсь вот так вот, фотографирую. Ты это постишь? Да, черно-белый фильтр. Конечно. Я утром просыпаюсь, понимаешь, что, ты мальчик, тебе нормально. Мне же так плохо, все нормально. Ты еще больше можешь мотивировать людей. Да, парни вон как перекосило, а я еще бутрячком вообще вполне себе. И как бы, ну там, типа, я не знаю. Люди на это реагируют, да? Все, да. И знаете, какие-то там истории, то есть, ну, и ты понял, я уже знаю, типа, что, ну, мне нужно сделать такой пост, такой, такой, вот такой. И люди ждут, и люди как бы... Подожди, у тебя уже расписано, ну, некий график, какая-то сетка, что типа... Ну, вот до отпуска было расписано, когда я ушел в отпуск в июле, и вернулся за отпуска в августе, и я вот в месяц августа пытаюсь встать на рельсы. То есть у меня проблема с... С темами или с чем? Нет, у меня проблема просто... С писать. Да просто я не могу сесть, написать и выложить. А-а-а. То есть у меня куча отцентного материала с тачками, которые мне люди уже звонят, пишут, говорят, там, из разных марок, и говорят, Коля, а ты точно обещал же? Я говорю, да, да, я обещал, я сделаю. Просто уже... Уже месяц прошел. Да, мероприятие было в июне, а сейчас в август, да, а ты что, это сделаешь-то? Коля, Коля, сейчас важно абсолютно, я уточню нашего звукорежиссара, а это последний наш выход. Нет, у нас будет еще один. Фу, слава богу, отец. Я обожаю этим звукорежиссаром. Мы скоро вернемся. За микрофон держаться. Друзья, еще больше секретиков, связанных и с вечерним органом, и с юмором, и с инстаграмом, и, кстати, с автоблогингом. Да, от Николая Маратканова. После музыкальной паузы оставайтесь с нами. И мы продолжаем, друзья. Не хочу, чтобы это заканчивалось. Ну да, действительно, у нас последний выход. Николай Маратканов у нас сегодня в гостях. А было такое, что к вам люди приходили второй раз? Да, конечно. Ты хочешь к нам уже прийти? Нет, ну чтобы я пришел вовремя, как положено, чтобы без извинений. Стоп, стой, подожди. Тебя никто за язык не тянул. Тебя никто за язык не тянул. И три месяца не надо будет ждать. А можно прям вообще быстро прибыть? Ты можешь, не можешь и пешком из дома из первого выйти, но можешь... Мы продолжаем. Да нет, мы друзьям с Колей. Тут что уж сказать. А можно было сдать тебя? Конечно. Кайс. В самом начале. Я здесь по блату! Коль, ну реально, давай продолжим вот эту тему инстаграма. Ты же занимаешься еще и автоблогингом. Благерством, да. Благерством, да. Вообще, честно, спасибо вот этим всем. А если я назову четыре марки, это же можно будет? Да, можно, да. Вот, короче, Volkswagen, JM, это Chevrolet и Cadillac, и Renault. И вот им вообще гианское спасибо, что они, короче, доверяют молодым. Потому что я, ну как бы, я так себе, 86 тысяч. Есть же какие-то там топовые, которых там... Ну понятно, под миллиончик, да, и так далее. Благер Нагиев. То есть вот, типа, да, и как бы, то есть, ну и вот им можно тачки отгружать, как нечего делать. А со мной такое же отношение, типа, как бы, Алла, Николай, а вы как бы... Николай, why? Тебе нравится, когда тебя так называют? Да нет, вообще, честно говоря, нет, мне Николай, мне постоянно, мне Николай не называют, а отец, когда говорит, когда что-то мне, там, ругает, типа, ну, типа... Николай, уроки сделали? И все, у меня первая реакция долгое время была, типа, Николай, я, ты что, я уроки сделал, что такое? Николай, ну расскажите про ваш блог, это безумно интересно. Дают, дают, короче, машину, типа, тест-драйв, типа, там, недели-две, я, конечно, беру, там, значит, и, там, езжу, езжу куда-то, езжу просто по Москве. Часто, вот, я пару раз ездил в Оренбург, на машину. Так можно тачку не покупать, можно просто ездить. Бить? Нет, не бил, кстати, ни разу. Вот, 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 тоже, хотя они какие-то намолены, эти машины, по-моему, что-то с ними не то. Коля, именно поэтому ты не покупаешь себе автомобиль, я правильно понимаю? Да, да, потому что я, вот, 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 опять же, понимаешь, вот эти все истории с пробками, я лучше какой-то, там, типа, вот, тест-драйв, каршеринг, там, какое-то метро, МЦК, там, вот это вот, что-то там. Коля, а где можно твой блог увидеть? Где можно посмотреть? Короче, смотрите, у меня инстаграм, инстаграм Раткано, и еще мне недавно, на самом деле, короче, как бы мне сказали, типа, чувак, мы сейчас запишем с тобой один подкаст, если пойдет, то, типа, мы тебя оставляем. А если нет, то, конечно, катитесь отсюда. Я говорю, ребят, я человек непритязательный, как бы, ну, давайте. Я сейчас вот это первое, где я вообще кому-либо рассказываю. О, эксклюзивчик, я очень это люблю. В России сейчас запускает гигантский, типа, рынок подкастов. Хотя, тема эта очень старая, на самом деле, с подкастами. Да, она очень старая, но она, типа, развита только на Западе, и в России только появляется сейчас, потому что люди просто оттуда скачивают переводы. Так, да, да. И, короче, мне говорят, мы хотим сделать программу про тач, которая называется «Фантастические твари и сколько они потребляют». Я говорю, ребят, название, конечно... А есть фильм такой «Фантастические твари». Да, да, типа, да, и они говорят, ну, мы уже все утвердили, все уже нарисованы афиши. Я говорю, то есть, я говорю, не имея ведущего, утвердили название и афишу, как бы, и говорят, вот хочу подкасты в ВК и в Ютьюбе, так и называется, подкасты. Или просто убивайте «Фантастические твари, только они потребляют». Все, мы запомнили. Фантастические твари, вы готовы, дорогие мои друзья, к нашему Блицу? Блицу, поехали, да. И так думать не надо, все, как всегда. А, я обожаю Блиц. Для меня самое важное в жизни. Семья. Идти по жизни с юмором это. Если бы не юмор, я бы сейчас ем картошку. Николай Маратко! У нас сегодня был у нас Коль, спасибо тебе огромное за эфир, это было феерично. Друзья, живите с улыбкой и идите по жизни со смехом. Спасибо, Колька. Спасибо. Спасибо.